В эфире город С. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. И вы, наверное, уже догадались, что в преддверии 7 ноября наш разговор сегодня будет посвящен, конечно, именно этой теме. Я с удовольствием представляю наших гостей. У нас сегодня Александр Репенецкий, профессор Самарского государственного социально-педагогического университета, доктор исторических наук. И Инна Анатольевна Жичкина, начальник штаба международного проекта «Парад памяти», исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества. Здравствуйте. Приветствую вас в этой студии и с огромным удовольствием предвкушаю наш разговор, потому что это все равно про праздник, это все равно про очень важную дату. И знаю, что предшествовала огромная подготовка. Ну, прежде всего, наверное... И про то, что мы вместе всегда делаем. Конечно же. Традиции нельзя нарушать. Вот про традиции, да. Парад памяти вообще для Самары – это такая особая дата, мне кажется, очень тесно связанная, может быть, с Днем Победы. Вот как-то тут близко так все стоит, да. Который раз уже будет проходить он в Самарской области? Парад памяти у нас будет проходить уже в 13-й раз. И действительно для Самары, а потом уже для всего Приволожского федерального округа, а теперь для всех участников из разных регионов Российской федераций, в том числе для тех дипломатических миссий, которые к нам приезжают. Это становится масштабным международным событием, которое, в общем-то, посвящено главному тоже международному и очень важному параду, легендарному параду 7 ноября 1941 года. Потому что именно международная история была наиважнейшей в этом параде, который проходил в суровые годы. И мы понимаем, что было три парада в Воронеже, в Москве и в Куйбышеве. Но наш был самым масштабным, самым многочисленным, самым продолжительным по времени. И, конечно, важным для хода истории. Он был направлен на все иностранные посольства, которые иностранные, в том числе, корпункты, которые находились здесь, в Куйбышеве, в Самаре. 13-й парад для нас, он важный, потому что каждый год он посвящен разной теме, важной для истории страны. Он каждый раз большими количествами мероприятий наполняется, потому что это большой проект. Это не только день 7 ноября, но это начиная с 15 октября, в день подписания приказа ГКО об эвакуации в запасную столицу. Это специальные мероприятия во всех образовательных учреждениях, и школах, и СУЗах, и ВУЗах, учреждениях культуры, на промышленных предприятиях, причем не только Самарской области, но и всех регионов-участников. И, конечно, тема этого года тоже очень важная, наиважнейшая, и теперь она связана не только с историей Великой Отечественной войны, но и в том числе с проведением специальной военной операции «Герои подвиги» и прошлых лет, и нашего времени. Вот мы не суеверные, да? Мы не боимся даты 13? Нет, не боимся, нет. Потому что нам кажется, что каждый год он важен. Многие, кстати, говорят, а почему вы не двигаете на, там, допустим, выходные дни? Нет, 7 ноября – это исторический день, это важно. Поэтому мы надеемся, что и поддержка свыше будет, а как бы для людей верующих суеверия нет. Вот я помню, 13 лет назад этот первый парад, после длительного перерыва, да, тогда была температура минус 14 градусов. Мы были все в тулупах, был жуткий и жуткий мороз, но по тем временам казалось, что жуткий. Но в этом году вроде ничего такого страшного нам синоптики не обещают. Да, за эти годы, и вы прекрасно помните, потому что в том числе и как реконструктор, и как историк вы также принимали участие во всех парадах. И здесь спасибо огромное, потому что это действительно общий проект, народный проект для всех нас. И мы рады, что все ветеранские общественные организации в него включены, молодежные организации, более 150 организаций молодежных и общественных у нас включены. Конечно, и это важно, потому что для каждого это история их учебного заведения, или их предприятия, или их семьи, их муниципального района, городского округа. А по погодным условиям, да, никого никогда не пугало, но действительно, 11-й год был мороз, 12-й был проливной дождь. Один год нам только повезло, когда была плюсовая температура. Надеемся, что в этом году будет так же. Но, конечно, и в 41-м году... При любой погоде. При любой погоде, да, и мы всех ждем. Александр Иванович, вот Инна Анатольевна уже сказала, что очень большое международное значение у этого проекта. Вот именно на эту тему я бы хотела попросить вас прокомментировать. Да, действительно, очень большое международное значение. Вот Инна Анатольевна уже сказала, что у нас здесь все посольства. В то время было 13 посольств. Опять-таки 13. 13. Нас сегодня преследует этот цифр. Да, 13 дипломатические отношения. Потом 22. Уезжали уже 22 посольства, но пока только вот 13 посольств. Они все у нас здесь. И несмотря на то, что Красная Армия очень сильно сопротивлялась, немцы дошли до Москвы. И мы знаем, что военные АТШ и послы писали в свои правительства, что да, Красная Армия героически сопротивляется, но у Красной Армии иссякли силы, у ней нет авиации, у ней нет запасных частей. Поэтому по нашим, так скажем, прикидкам, 2-3 месяца будет продолжаться сопротивление. Потом Советский Союз рухнет. И вот парад. И что они видят? Они видят, час идет техника, почти 500 самолетов летит над городом, два раза пролетели. Проходят солдаты, проходят солдаты в белых полушубках, идут танки. Резервы есть, солдаты есть, авиация есть. Значит, кто врет? Немецкая пропаганда врет. А это для чего нужно было нам? Ведь нам тогда у нас в США и Великобритании были союзники, они нам помогали, поставляли яндвиз. И в Конгрессе США, например, обсуждался вопрос, а стоит продолжать помогать Советскому Союзу или не стоит, если он все равно рухнет? И вот теперь они понимают, что надо помогать, что у нас есть силы, чтобы держаться, чтобы выдержать этот натиск противника, натиск нацистов. Это с одной стороны, а с другой стороны Япония и Турция, которые готовы были вступить в войну. И Япония, естественно, нацелилась на Дальний Восток, Турция на Закавказье. И они тоже видят, что Красная Армия сильна и приостановили. Какая некая акция и устрашение в том числе. Да, да, да. Хорошо спланированная военная операция. Безусловно, как бы очень серьезные военные операции. Причем ведь на параде-то не послы были, а военные АТШ, то есть специалисты, они вот видели и они могли с профессиональной точки зрения оценить, что же они видят. Причем пролетело до 35 самолетов Л-2. Вот новейший наш штурмовик, они его впервые увидели и оценили. Еще в бою не было. Вот я представляю, сколько времени мог бы продолжаться парад сейчас, если бы мы вдруг задумали показать все вооружения, которые имеются у страны сегодня. Потому что 25 600 бойцов и 178 тысяч гражданского населения. То есть это единственная гражданская демонстрация за все годы войны, так же, как и единственный воздушный парад. Воздушный парад единственный. Но 178 тысяч, представить, весь довоенный Куйбышев 390 тысяч. То есть это вышло полгорода, сейчас даже в самые лучшие времена, мы же дважды проводили демонстрацию в рамках парада памяти, как раз память о той исторической демонстрации. Максимально у нас было 35 тысяч участников. То есть 178 представить, да, ну не 7, 4 часа. Конечно, для военных атташе и для всех иностранных журналистов было важно увидеть и хорошо одетых, обутых, вооруженных бойцов Красной Армии, 65-й, 239-й дивизии, плюс, конечно, единство народа. Вот, единство народа. Что тут все просто плечи расправляются от гордости за страну, на самом деле, это никакой уровень здесь нет. И за Куйбышев, безусловно. Инна Анатольевна, вы уже начали говорить о теме этого года, а вообще вот как... У каждой год же у парада своя тема, правильно? Как они выбираются, почему вот акцентировали в этом году именно на этой теме? Темы были разные. Посвящалась и труженикам тыла, и 70-летию суворовских военно-ахимовских училищ, и посвящалась герою Отечества. Солдатской славе, материнской славе, вкладу врачей в Великую Победу, оружию Победы. И ни разу не приходилось что-то выдумывать искусственно. Нет, конечно, потому что тем столько, даже в рамках запасной столицы, мы же понимаем, что это грани запасной столицы, политическая, дипломатическая, культурная, информационная столица страны, промышленная. То есть даже взять, если историю запасной столицы, про каждую из этих тем можно отдельно говорить. Всегда тема выбирается организационным комитетом на первом заседании года, когда мы действительно уже начинаем обсуждать концептуально, какая тема будет главная. Важно, чтобы она была связана всегда с историей Самары Куйбышева, но при этом, чтобы она была важна для истории страны и для тех регионов, которые к нам приедут. Допустим, вот тема оружия Победы, она объединила, конечно, все промышленные предприятия, не только нашего региона, но и в том числе всех регионов участников. Тогда собрали огромную хронику и сделали большой фильм «Вклад по Волжью в Великую Победу» с разных предприятий разных регионов, кто какую продукцию выпускал. Это была наиважнейшая тема. И, конечно, это все отдельно отрабатывается с каждой школой, с каждым вузом, с каждым предприятием, потому что тема, она интересная, она каждый год разная. Кого объединит тема этого года? Герои подвиги – это в первую очередь не про события, а про человеческие судьбы, про людей. И здесь, конечно, важно, что каждый вуз, а мы говорим о том, что только в педагогическом университете, я думаю, здесь скажет Александр Иванович, у нас герои Советского Союза, которые были, преподавали до войны и ушли на фронт, или вернулись и потом работали в этом учебном заведении, также на каждом предприятии, также в учреждениях культуры. Мы говорим о том, что человеческие судьбы, они важны, потому что на этих героев мы равняемся. Тема не случайная, потому что она связана в том числе и с российским военно-историческим обществом, потому что мы в данном случае, Александр Борисович Фетисов является председателем организационного комитета бессменным все эти годы, он же является и председателем регионального отделения РВИО, да, также как я исполнительным директором. Мы понимаем, что это большая всероссийская акция именно с открытием выставок «Герои подвиги», но там история не только Великой Отечественной войны, там история, конечно, специальной военной операции. Поэтому здесь мы говорим о героях сегодняшнего дня, мы говорим о тех ребятах, которые сейчас сражаются на тех же территориях. Но это одна из самых актуальных тем для всего общества на сегодняшний. И мы понимаем, что важно, чтобы также в каждом муниципальном районе городском округе знали об этих героях и говорили о них важные дополнительные темы, потому что каждый год, да, тема основная и дополнительные выбираются. Это 80-летие основных битв Сталинградской, Курской, битва за Кавказ, битва за Днепр, а, соответственно, битва за Днепр, да, это и освобождение Донбасса, что опять сейчас актуально. Это и освобождение Киева, что именно 6 ноября, день в день, мы и будем посвящать этому реконструкцию. И эта тема наиважнейшая, которую, кстати, предложил Александр Иванович, учитель на войне. Вот этой теме отдельно может быть посвящен вообще в целом, там, парад и все специальные мероприятия, которые ежегодно, более 5000 этих специальных мероприятий. Тема учитель на войне, она важна и для ФЗУ, да, потому что большое количество педагогов в кратчайшие сроки готовили специалистов для оборонных предприятий. Конечно, продолжали работать школы. Конечно, важно, что учитель на войне, он уходил на фронт и, возвращаясь со своим багажом знаний, и, слава богу, мы многие застали, в наших школах для нас преподавали бывшие ветераны. И это совсем другая история, когда мы общались с ними напрямую, а они уходят. Их становится все меньше и меньше. – Александр Иванович, я знаю, что вы сейчас читаете очень много лекций для молодежи, рассказываете об истории парада памяти. Скажите, какие факты, говоря не очень литературным языком, цепляют молодежь? Что им наиболее интересно? Что их проникает внутрь, в сердце? – Вы знаете, можно сказать, что в целом очень большой интерес сейчас к истории нашего региона и к истории города Куйбышева. – Правда? – Это вот одна из тех, может быть, жемчужин, которые заставляют гордиться нашим и страной, и городом. – Гордиться очень важно. – Да, да. И вот я сегодня только читал лекцию перед студентами, очень много вопросов было, уточняющих вопросов. – И вот как слушали и как воспринимали, я понимаю, что вот эта тема, она буквально входит в нашу молодежь, если так можно сказать, и вызывает очень большой интерес, вызывает гордость, вызывает желание как быть сопричастным к этому. Вот Ирина Анатольевна уже говорила, как много молодежи участвуют и в самом параде, и во всех вот этих акциях, которые сопровождаются парад. Ведь там у нас практически каждая школа, все молодые люди участвуют и проходят по площади, и пишут сочинения. То есть здесь, конечно, вот воспитательная или воспитывающая роль парада, ее очень трудно переоценивать. – А какие, есть же у вас все равно какие-то вот такие коньки, как говорит молодежь, фишки, факты, которые вот вы обязательно рассказываете на каждой лекции, факты исторические, связанные непосредственно с Самарой? – Вы знаете, вот когда я говорю о параде, всегда производят очень большое впечатление. Вот Ирина Анатольевна уже говорила о демонстрации. Значит, сначала понятно, что все собрались перед площадью Куйбышева, долго ждали, когда пройдут военные, больше часа шли. Потом сама демонстрация. А потом они возвращались на предприятие, и рабочий день был удлинен на три часа. И они с таким воодушевлением работали. Вы представляете? – Не представляю уже. – В мороз! – Вот, и дети тоже удивляются, ведь в этот день была очень высокая производительность труда. То есть вот этот подъем был. – Подъем патриотизма, да. – Да, очень высокий подъем патриотизма. Ну и, конечно, молодежь и дети на производстве, на фронте. Это тоже вызывает очень большой интерес, и всегда вопросы. И это вот действительно за душу берет, трогает молодежь. – Можно я дополню вот к этой теме? Здесь Александр Иванович тоже, наверное, согласится со мной. Тема, как это вот, что-то особенное в этой истории, когда действительно 233 самолета по двум кругам. – Да, два раза они, потому что это 15 разных подразделений, судец потом, который стал уже маршалом, да, смог все это организовать, потому что это очень сложная была задача, боевая задача. Но последние самолеты пролетели над головами дипмиссии 50 метров. Максимально допустимое было 80 метров. Они пролетели так низко, что, в принципе, их готовы были отдать под трибунал. – Ну и тоже, наверное, не случайно, да? – Да, но Ворошилов их лично наградил. – Потому что вот этот рев самолет, который вдруг летит на иностранных послов, чтобы уж окончательно поняли, какая мощь… – Я думаю, никто уже не сомневался после этого. – Хорошо, а давайте все-таки тогда немножечко, может быть, про фишки или, выражаясь литературно, сюрпризы этого года. Что вы подготовили, знаю, что есть. Будут события, которые удивят, вдохновят нас. – Да. Ну, 6 числа, начнем с этого дня, у нас состоится масштабная военно-историческая реконструкция. Мы специально ее вынесли в отдельный день, потому что в день освобождения, 80-летие освобождения Киева, мы ее и проводим. Это важно. В общей сложности 41 клуб будет принимать участие, большое количество единиц исторической техники. Волга на время станет почти участком Днепра, потому что именно за форсирование Днепра большее количество было награждено героев Советского Союза. Потому что действительно, наисложнейшая была задача. Поэтому, конечно, это интересно для молодежи, для подрастающего покорения, когда вот такой экшен, с одной стороны, с другой стороны, мы понимаем, что здесь историческая проработка очень важная. Всех, в том числе сил, здесь большое количество будет единиц и техники вермахта, чтобы показать, на самом деле… Конечно, да. Потому что, на самом деле, на их стороне тогда было и численное превосходство, да, и по технике. Поэтому это тоже будет все учтено. Важно, в 12 часов все могут прийти, это выходной день. Поэтому, действительно, на четвертой очереди набережной, где удобно еще смотреть, да, все действия, которые будут находиться непосредственно на территории пляжа. Более трехсот у нас реконструкторов, которые приехали с разных регионов, включая Липецк, Тюменскую область, в общем, отовсюду. Ничего себе. Да. Так что это будет, конечно, интересно, масштабно. Плюс именно 6 числа мы открываем выставку «Герои подвиги». Это выставка, которая будет рассказывать и о героях Великой Отечественной войны, о героях специальной военной операции, среди которых в том числе и четыре героя Российской Федерации, которые связаны с нашим регионом. Один из них учился в нашем Сызранском вертолетном училище, и трое из них непосредственно являются уроженцами, проживающими в Самарской области, в Тольятти. Поэтому здесь, конечно, важно, что эту историю смогут и 6 числа увидеть, и 7-го все участники парада ознакомиться, потому что об этих героях должны знать, должны помнить и, конечно, равняться на них. Очень важная тема. Мы долго готовились. Это, конечно, два года проработки, но мы очень рады, что именно в этот день они будут с нами. Это Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации. Это же невероятно. Это главный оркестр страны, главный оркестр вооруженных сил. Тот оркестр, который когда-то возглавлял Семен Чернецкий, доску, которую мы будем открывать в этот же день. Он дирижировал сводным военным оркестром 7 ноября 1941 года и 24 июня 1945 на Красной площади в Москве. Он более 20 лет возглавлял эту военно-оркестровую службу страны. Это, конечно, важно, что оркестр... Как вы их заполучили? Да, долгие переговоры, но мы рады, что они тоже прониклись и проектом «Парад памяти», понимая масштаб. Поэтому 5-го числа мы специально в рамках «Парада памяти» дарим такой концерт для Сызрани. Там будут ребята наши курсанты из Сваул, будут, конечно, все те подразделения воинские, которые находятся там, и члены семей, военнослужащих. Поэтому у нас концерт 5-го числа в Сызрани, 6-го в Тольятти, и 7-го они будут принимать участие во всех мероприятиях «Парада». И, конечно, большой праздничный концерт состоится в Театре оперы балетов. Это максимальный охват, конечно, населения, все смогут посмотреть. Александр Иванович, еще у вас хотелось спросить, вот российская молодежная акция «Наши семейные книги памяти», она же, конечно, и в Самаре проходит, правильно? Да, да, конечно, конечно. Эта акция началась в Ярославле, получила большое одобрение и лично президента, и правительства, и сейчас распространяется по всей стране. Самара стала одним из центров проведения этой акции, и в Самаре штаб находится, штаб в Самарском государственном социально-педагогическом университете. Значит, смысл акции – это фактически поиск героя своей семьи. Они выкладывают материал о своих героях, не только Великой Отечественной войне, дедушка и прадедушка, это и специальные военные операции, это и военные операции, которые проводил Советский Союз за рубежом. И вот Самарская область стала одной из наиболее активных участников, более 500 участников. Это высшие учебные заведения, среднеспециальные школы, которые принимают участие в этой акции. Торжественное открытие акции будет 7 ноября в Москве. У нас тоже готовится торжественное открытие, и я думаю, что вот эта акция, она опять же поможет пропустить историю через себя. Вот ведь уже Великая Отечественная война, посмотрите, больше 80 лет прошло. Это типа, ну, как у нас иногда сравнивают, ой, это типа Куликовской битвы. Да не типа Куликовской битвы, ведь в каждой семье есть свой герой. Вот вспомнить, восстановить, написать его биографию хотя бы краткую, разместить на сайте. Это вот такой будет мощный блог о героев нашей страны, где каждый человек может написать о своем герое. А пишут кто? Дети, пишут молодежь. И это, конечно, вот она реальная живая связь поколений. И такие, конечно, истории, они важны, потому что вот на нас, допустим, вышел сейчас Кончаловский Андрей Сергеевич, который тоже большой проект имеется от первого лица, и он говорит, мне интересно все, что связано с Самарой, с Куйбышевым, с запасной столицей, и с героями, которые могут, да, и об истории рассказать именно запасной столицы, парада, труженики тыла, то есть даже на уровне вот таких великих режиссеров интересуются, и это действительно важно. Ну и, конечно, то, что сама акция 7 ноября именно в рамках Парада памяти и в парке «Россия. Моя история», который также открывался, да, в рамках Парада памяти 7 числа, это для них будет такой юбилейный день, 5 лет парку, поэтому тоже ждем в силу того, чтобы потом, да, смотреть в честь. И, скорее всего, наверное, как обычно, после окончания парада будут работать какие-то тематические площадки, куда могут жители прийти. Да, будет работать музей Центрального военного округа, прямо на самой площади, рассказывающий и об истории парада 7 ноября 1941 года, об истории работы военного округа, Приволжского военного округа. Дополнительно будут работать площадки поисковиков, представителей Российского военно-исторического общества с разных муниципальных районов, Самарской области. Будет представлена выставка исторической техники, полевая кухня, замечательный оркестр нашего волжского казачьего, войска нашей волжские казаки. Поэтому, конечно, для всех будет возможность также после парада остаться на площади, увидеть много интересного, да, и проникнуть действительно этой атмосферой. Потому что, когда кто-то говорит, что это не наша война, очень странно, потому что, когда... Также мне задают вопрос, какая должна быть мотивация у этих ребят, которые приезжают с разных регионов, которые проходят отборы, свои парады, чтобы лучшим из лучшим приехать к нам в запасную столицу. И они морозятся 6 числа на генеральной репетиции, с 7 до парада уже в течение двух часов стоят на площади. Потом само прохождение, и глаза так горят, и когда смотришь на эту подрастающую смену, на этих кадетов, суворовцев, юнормейцев, понимаешь, что наша молодежь замечательная. Она знает, она понимает, для чего. И у них мотивация, что это в память дедов и прадедов, в память тех близких, родных, вообще всех, кто погибли, замечательное масштабное поколение победителей. Но и сейчас в поддержку как марш солидарности тех героев, которые сейчас защищают, опять, историческую правду, историю, интересы страны. Вот глядя на этих девчонок, в том числе и мальчишек, потому что некоторые девчонки целыми парадными расчетами приезжают, и они настолько воодушевленные, ощущение, что они не чувствуются холода, мороза. Они все настроены в первую очередь на вот этот торжественный марш по исторической площади, в память исторического парада. Так что будущее у России великое. Александр Иванович, будем опровергать Инну Анатольевну по поводу молодежи? Нет, не будем. Не будем. Все именно так. Да, потому что и готовятся, и вообще парад – это вот наша история, которая нас всех сближает и с прошлым, и которая нас объединяет, потому что действительно это уникальное явление в истории страны нашей и вот в современной истории России. И вот главное, что здесь ничего не надо придумать. Конечно. История уже все это сделала, а нам только хранить память об этом. Дорогие гости, я благодарю вас за прекрасную эту нашу беседу, но вот прям можно еще что-то вот сейчас зрителям добавить из того, что хотелось, а мы не сказали. Хотелось бы просто дополнить географию тех регионов, которые сейчас к нам приедут. Парадные расчеты. Я уже не говорю про реконструкторов, про исторические клубы, про почетных гостей, которые с разных регионов и стран, 16 стран, приглашены для участия в дипломатические миссии. Плюс мы понимаем, что у нас парадные расчеты привозят все регионы Приволжского федерального округа. Многие просили, а можно шесть парадных по расчетам? Нет, давайте хотя бы по одному. То есть два, три все готовы были привезти. Насколько готовности, желаний есть. Конечно, важно участие второй год подряд нашего города Снежное с Донецкой Народной Республики. Приезжают все ребята полным составом парадной расчеты. Мы, конечно, стараемся не только все мероприятия парада, генеральные репетиции, прохождения, но в том числе ребятам дарим здесь культурную программу, интересную, историческую, патриотическую. И важно, что там в том числе и другие регионы участвуют. Допустим, Санкт-Петербург. Отдельно приезжает Дагестан. Целый парадный расчет, тоже второй год подряд. В прошлом году первый. Мы хотим и приедем. Вот на этой удивительной, совершенной информацией мы заканчиваем сегодняшнюю программу. Просто это нужно действительно увидеть своими глазами. Прийти, посмотреть и проникнуться вот этим удивительным, действительно, патриотизмом. Благодарю вас. Увидимся с вами в следующей программе «Город Эс». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова